привет решил сделать краткий обзор двух программ пока буду говорить параллельно буду запускать их эту эту программу запускаем буду показывать на двух треках сейчас запущу их старт открыть закрыть смотрите запустил два планера обращу внимание сразу то есть я сделал небольшую работку проверил работу двух приборов чтобы вы не смотрели все видео сразу скажу приборы работают очень похоже расчет масштабирование карты хорошо показывает отображает работу в термике есть небольшие отличия но вполне вполне заменяемые взаимоизменяемые программы а вот единственно что из моих настройки которые делал лк 8000 на данный момент показывает более оптимистические прогнозы на долет то есть на расстояние 8 9 километров более точный то есть более точный более оптимистически то есть совпадает с долетом на финише прогнозируемой высоты вот возможно это связанные с алгоритмом самой программы ну не знаю может быть еще какие-то настройки которые я не совсем разобрался поэтому предлагаю вам тоже погонять треки посмотреть на этих двух программах полетать несколькими приборами будет намного понятнее тогда как рассчитывается небольшие отличия в расчете ветра в силе направления то есть они есть но не критически на данный момент расчет ветра лучше показывают лк 8000 по крайней мере на том треке который я загрузил ускорю максимально сейчас перечислил отличия у аксессуара есть возможность устанавливать практически на все платформы операционной у лк только под windows он работает аксессуара устанавливается только на внутреннюю память прибора смотрите устанавливается лк как работа как из внутренней памяти точно также работает из дополнительной памяти установлены на прибору аксессуар работает только из внутренней памяти поэтому есть определенные специфика отличие установки карты и там и там очень хорошо отображают рельеф единственно что аксессуара есть возможность самому выбрать район место локацию как карта которая нужна то есть на сайте есть генератор карт это очень удобно дальше по интерфейсу в кратком обзоре у лк читабельность задания элементов экрана более наглядные и более мультипликационные то есть они яркие лучше читабельный на свету на приборе то есть они более крупные крайне мере мета хорошо видно у аксессуара они более мелкие более точно рассчитаны возможно на приборы более высоким разрешением дальше у аксессуара более гибкий интерфейс позволяет настраивать разные страницы поля данных подгиняя под ваши потребности у лк меньше возможности настройки интерфейса но зато основные данные выведены уже на экран и основные вот показатели которые можно менять информационном блоке снизу так по данным программы полностью предоставляются данные которые нужно лк это плюс то что включил минимум настроек полетел в экссуаре плюс то что можно настроить под себя то есть только то как вам нравится дальше нюансы с точками у аксессуара читается большое количество разрешений точек точно также и лк но редактируется аксессуара только точки с разрешением кап и дат у лк редактируется любые точки выпадая в том числе дальше если вы захотите замаркировать точку в воздухе сделать внести новую точку у аксессуара немножко не в этом сложности с надо отдельно замаркировать далее переписать на бумажку потом вручную ввести нет возможности сразу вбить данные где вы находитесь улка это есть добавит новую точку у вас сразу новая точка с теми данными которым сейчас находитесь это плюс дальше по цвету карт вы можете выбрать и на той на той программе без проблем много разных оттенков вариации оформления карты но у эксессуара есть возможность затенения рельефа исходя и ветра или солнечного освещения у лк только затенение по отношению к направлению ветра дальше при обработке потока у лк есть такая интересная функция то есть когда вы в режиме потока когда про планчик набирает высоту поток но сейчас у нас ускорено не видно срезает как бы делает срез поток и показывает его сверху то есть даже если он под наклоном то есть но это вот поиграйтесь увидите дальше у аксессуара нет возможности в построении задачи делать на вход а только на выход у лк работает все идеально по по заданию то есть вход выход радиус и цилиндры все идеально дальше у аксессуара работа в онлайн-режиме лучше реализовано возможно это за платформой но из-за того что эта программа больше устанавливается чаще всего на смартфонах уже имеющих интернет лк просто эта функция онлайн трека дата слив трека подключили недавно дальше есть очень хорошая особенность отличие которое стоит упомянуть этой сара есть вариометр который работает очень хорошо как из gps данными и очень очень неплохо с бородачиком если есть он на вашем коммуникаторе для телефона вот сделал краткую такой вот бегло описал различия ну думаю это вам пригодится давайте так я сейчас поставлю паузу и мы сразу увидим долет увидим разницу в долете так ну что продолжаем пока у нас была перемотка трека хочу сразу обратить внимание остается до финиша у нас расстояние порядка 13 километров до 13-12 километров лк уже показал у нас долет на точку запасом высоты 300 метров их сар показывает не долет вроде бы вполне логичный аксессуар но по факту окажется что лк более прав почему потому что пересчет данных намного медленнее ну и при этом получается погрешность ошибки тоже меньше у сара постоянно происходит постоянный пересчет возможно это при каких-то погодных условиях добавит плюс ну к долету то есть более гарантированному долет а вот так давайте начнем с этого момента то есть до финиша остается у нас 10 километров и лк говорит о том что мы долетаем аксессуар показывает что еще не долетаем направление ветра у нас предчетелевой там немножко боковой попутный то есть не в принципе нам не мешает для полета но при этом разные показатели макриде на двух программах это очень большое отличие вот сейчас посмотрим как произойдет долет ну что у нас уже финишный клайд и лк гарантированно показывает что мы долетаем аксессуар еще сомневается хорошо ли плохо надо сравнивать то есть чтобы полетали посравнивали по отношению тому как вы летаете то есть в тех погодных слоях но на данный момент более точный прогноз долета показал лк также лк показал лучший расчет ветра это из двух треков которые вот прокрутила я не стал вам их показать полностью чтобы не занимать много времени вот ну на этом все спасибо надеюсь вам понравилось подписывайтесь ставьте лайк